Привет всем. Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. И так события за 8 апреля. Поехали. В индийском штате Кирала был отмечен сильный ветер с дождем, причем порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Довольно сильный ветер и естественно оставил после себя разрушение инфраструктуры. Индийский метеодепартамент сообщил, что такие погодные условия будут наблюдаться в штате вплоть до субботы. Ожидается сильный дождь с возможностью выпадения до 130 мм осадков. Власти уже эвакуировали около 300 человек во временные убежища. В течение предстоящей недели шторм вызовет новые наводнения. Также прогнозируются разрушительные ветры в западных и северных частях Индии. Непогода также может добраться и до Пакистана. По данным департамента Индии, очень сильный шторм уже успел нанести серьезные повреждения на территории штатов Керала и Карнатака. Местами за сутки выпало около 50 мм дождя. Ветром были разрушены дома, сорваны крыши и повалены деревья. Четыре человека получили травмы средней степени тяжести. Пока в центральной России потихоньку приходит весна, на севере продолжаются снегопады. За последние сутки намело сугробы, которые достигают высоты 40 см. Многие, проснувшись сегодня утром, были удивлены снежным осадком. На дорогах возникли трудности в движении транспорта. В Нижневартовске, например, буря была настолько сильной, что замела в одном из дворов будку вместе с собакой. Видео с места спасения пса тут же облетело местные и федеральные паблики и телеграм-каналы. На кадрах видно, как хозяин, вооружившись лопатой, спасает своего любимца из снежного плена. Как и прогнозировали синоптики три дня назад, на регион надвигается сильный шторм, а также обильное выпадение снега. Их прогнозы полностью оправдались. Был отмечен сильный ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду. Впоследствии от его прохождения не отмечено. Такие погодные условия продлятся несколько дней, а дальше, обещают синоптики, наступит потепление. Ирак накрыла мощная пылевая буря, причем она охватила довольно обширную территорию. Непогода была отмечена в приграничном городе Аль-Каим, который расположен на расстоянии 400 км северо-западнее Багдада вблизи сирийской границы вдоль реки Ефрат. Пылевая буря охватила также город Масул на севере Ирака, а также Дахук, Эрбиль и Киркук. Большая часть севера и северо-востока Ирака оказались во власти этой непогоды, в регионах наблюдалась плохая видимость, которая местами не превышала и 10 метров. Во многих городах наблюдались красные пейзажи. Плохие погодные условия побудили органы здравоохранения и безопасности предупредить жителей, чтобы они были внимательнее на дорогах, а также носили маски на улице. Аэропорты Эрбиля и Сулеймани закрыли на время прибытия воздушных судов. Буря длилась около 5 часов, а максимальные порывы ветра составили 25 метров в секунду. Сегодня решила удивить и Канада. В провинции Альберта был отмечен пылевой смерч. Это очень редкое погодное явление для Канады. Последний раз пылевой смерч был отмечен в 2016 году. Данное погодное явление выглядит устрашающе, но является менее опасным, чем другие смерчи и мощные торнадо, которые растут из грозовых ячеек. Это событие длилось менее минуты, затем смерч растворился в воздухе. Несколько местных жителей успели его запечатлеть и поделиться в сети интернет. Впосредствии от его прохождения не отмечено. В Колумбии за последние сутки произошло 10 оползней и сошло 2 селя. По последней информации известно о гибели 12 человек. 10 пропали без вести и 5 получили травмы. Все эти события произошли в муниципалитете Абриаки департамента Антиокии. Местные власти отмечают, что такой активности подвижки грунта в этом городе они не припомнят. В свою очередь местные СМИ отмечают, что проливные дожди и наводнения охватили весь восток и юго-запад Антиокии, а также регион Ураба. В связи с чем 117 муниципалитетов департамента были переведены в состояние повышенной готовности, а также был объявлен красный погодный уровень опасности. Во многих муниципалитетах проводится эвакуация местных жителей. Дожди не прекращаются, ситуация в регионах критическая. На месте происшествия работают бригады спасателей и волонтеров, ведутся работы фурочистки завалов, а также оказывается помощь населению. Турецкий город Шернак в провинции Шернак накрыла пылевая буря. Как отмечают местные СМИ, видимость упала до 100 метров. Такие погодные условия в Турции начали наблюдаться еще со вчерашнего вечера. Во второй половине дня дул сильный ветер, порывы которого составили 25 метров в секунду. Этот сильный ветер успел сорвать крыши с нескольких домов, а ближе к вечеру разыгралась пылевая буря. Наиболее масштабно буря накрыла город Шернак, но также поступали сообщения, что от нее пострадал и город Мордин. Власти уже предупредили местных жителей, страдающих на респираторные заболевания, чтобы они временно воздержались от передвижения по улицам города. А в случае такой необходимости обязательно носить специальные маски. Синоптики прогнозируют такие погодные условия как минимум до вечера пятницы. Это уже вторая пыльная буря в Турции за неделю. Во многих районах Нового Южного Уэльса, в том числе в районах вокруг Большого Сиднея, продолжаются сильные дожди, которые вызывают наводнения. Власти второй день проводят мероприятия по эвакуации местных жителей. По данным Метеобюро Австралии, в Сиднее за сутки выпало 170 мм осадков. Средняя норма осадков для апреля в городе составляет 120 мм. Сильный дождь вызвал подъем уровня рек и выход их из берегов. Уровень паводка местами снова достиг полтора метра. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что за 10 часов спасатели провели 600 операций на воде, включая операции с использованием вертолета. Местные СМИ сообщили, что полторы тысячи жителей районов Большого Сиднея эвакуировались из своих домов, а некоторые уже в третий раз за последние четыре недели. Синоптики опять не радуют своими прогнозами, осадки продолжатся, а значит и усилятся наводнения. В центральной Небраске бушевал сильный ветер, который в итоге и вызвал пылевую бурю. Максимальные порывы ветра составили 28 м в секунду. Ветер такой силы переворачивал грузовики на шоссе. В общей сложности он повалил пять грузовиков с прицепами на одном из местных шоссе. Буквально через час на штата обрушилась пылевая буря. Она стала причиной плохой видимости на дорогах. Такие ветреные погодные условия сохранятся до утра субботы. Власти уже выпустили соответствующее предупреждение погодной опасности. А также оповестили местных жителей и попросили по возможности воздержаться от перемещения на личном автотранспорте. На данный момент в результате буйства стихии жертв и пострадавших не отмечено. В некоторых районах сорвало рекламные конструкции, а также повредило дома и хозпостройки. В декабре в некоторых частях Африки прошли самые сильные дожди за всю историю метеонаблюдений. Из-за температурных аномалий и ливней на континенте началось крупнейшее нашествие бурой саранчи. Эти насекомые быстро размножаются и мигрируют на территории, которые никогда с ними не сталкивались. Нашествие стартовало в марте и уже побило рекорд нескольких десятилетий. Урожай в Африке под угрозой, справиться с саранчо не помогают даже химикаты. Западнокапская провинция ведет тяжелую борьбу за сдерживание нескольких стай саранчи, поскольку ее нашествия продолжают уничтожать урожай и подвергают риску местную сельхозхозяйственную промышленность. Нашествие саранчи в настоящее время охватило три провинции, в том числе и Восточный Кейп, уничтожая все на своем пути, посевы, а также вельт, предназначенный для кормления скота. Департамент стихийных бедствий и смягчению их последствий в Таиланде сообщает, что в результате наводнений в южных провинциях за последние несколько дней пострадали более 20 тысяч домохозяйств. Проливные дожди, которые идут в этих регионах с 5 апреля, вызвали разрушение и наводнения в провинциях Чубхон, Накхон, Нарадхиват и Суратани. В общей сложности пострадало более 108 тысяч местных жителей. Наиболее пострадавшей провинцией оказалась Накхон, где пострадало 360 деревень в 12 районах. В городе за сутки до 6 апреля выпало 180 миллиметров осадков, а на следующий день еще 120. Уровень паводка поднялся до отметки 1 метр, а местами и более. Сообщений о травмах, смертельных случаях или пропавших без вести не поступало. Также нет информации об эвакуации местных жителей. Многие районы остаются без связи и электроэнергии. В наиболее пострадавших районах была доставлена помощь и предметы первой необходимости. За последние сутки на земле произошло 121 землетрясение с магнитудой от 2.0 до 5.7. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 5 странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Поющая пещера Фингала. Есть в Шотландии удивительное место, известное как Поющая пещера и представляющее собой множество длинных тонких каменных колонн, создающих внутри себя пещеру. Место является уникальным, поскольку обладает неповторимой структурой, присущей мистическим ландшафтам Великобритании. В пещеру Фингала ведет узкая тропа, окруженная великолепной базальтовой колоннадой. Проход в пещеру настолько узкий, что попасть туда на лодке невозможно. Огромный зал пещеры многократно повторяет звуки прибоя, и вся эта пещера буквально поет, оправдывая свое древнее название Поющая пещера. Пещера Фингала это не единственное место, где встречаются такие удивительные базальтовые колонны. Около 40 тысяч таких связанных с друг другом колонн образуют дорогу гигантов, которая также была частью дамбы, построенной Фингалом в прибрежной полосе графства Антрим, расположенного на северо-востоке Ирландии. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.